Если бы твоя жизнь была фильмом, то какое у него было бы название? И он в какой-то бац момент мне скажет, а я не хочу. Трабоходно. Есть вопрос, что ты чувствуешь, когда делаешь двойное сайто? Описывался или нет? Ему будет плевать того какая-то. Я всех заколебала своим пением. Каждая девочка хочет быть счастливой. И ты раз травмировался. Мне просто интересно, что ты ответишь потом. Я не сдавалась. Говорят, нет, вы не подходите, он вот в эту дверь. Всем привет, меня зовут Набива Татьяна. И мы наконец-то дошли до нашего прекрасного интервью, которое мы пытались сделать в районе полгода, наверное. Вот сегодня мы это сделаем. Итак, поехали. Как вы можете охарактеризовать себя в двух словах? Невыносимая. Шальная императрица. О, правильно. Гиперактивная. Кто привел тебя в гимнастику? Мама. Как это было? Меня сначала привели в художественную гимнастику. Моей маме просто посоветовали подруге, вот, потому что я была гиперактивная чересчур. Там же две гимнастики. У меня художество сначала. Я прекрасно помню, как в старую школу вот нашу нас привели, меня привели. Даже в зал не зашла. Какой-то тренер подошел, ногу вот так задрала. У меня нога вот, ну, до сюда, наверное, дошла. Говорят, нет, вы не подходите, он вот в эту дверь, в дверь спортивной гимнастики. Понравились сразу же брусья и батут. Батут всем нравится. А брусья прикольно, на полгода, туда-сюда. О чем ты думаешь перед соревнованиями? О соревнованиях. Ну, перед соревнованиями я думаю только о соревнованиях. Как я сделаю, будет запрохождать. Если у тебя какие-то проблемы жизненные или еще что-то, как ты вот справляешься перед соревнованиями? Ты забываешь просто на момент? На какой-то момент забываю, да. Ну, не то, что улетучиваются. Проблемы есть проблемы жизненные, но когда у тебя какие-то там старты, соревнования, тебе приходится на время забыть. В чем секрет твоей успешной карьеры? Лойдинг. На самом деле, я не знаю, как так получилось, потому что я никогда не думала, что получится дойти до чемпионата мира и Европы, потому что я такой вот человек. Я, например, могу побыть там в гимнастике и уйти куда-нибудь. Ну, отдыхать или еще что-то. Я бы не сказала, что я не постоянный человек, да. Я в вещах, ну, не постоянный. Я могла там, например, неделю потренироваться и Веросте позвонить, сказать, ой, у меня температура. Или еще что-то. Ну, сиди дома. Ну, еще что-то. Или я могу оттягивать. То есть, ну, вот так могу. Потом прихожу и делаю свое задание. Вроде все хорошо получается. Раз-раз вот так вот потихонечку, помаленечку. Конечно, без моих тренеров я бы не достигла бы такого, честно. Они мне очень во многом помогли. И в жизненных ситуациях, и в гимнастике они действительно меня, ну, заменили моих родителей. Какого шага не хватило, чтобы переступить на Олимпиаду? Маленького. Маленького шага. Наверное, мне не хватило психологического настроя. Больше, наверное, веру в себя и сил. Получилось так, что я не попала, например, на Олимпиадские игры, потому что в какой-то момент я действительно расклеилась. Это не зависело, например, только от меня. Много что посодействовало этому. Я не буду раскрывать все карты. Это действительно меня очень сильно подкосило. Вообще в моей спортивной карьере и во всем меня очень сильно подкосило. И мне действительно, наверное, не хватило храбрости, чтобы с кем-то или с чем-то справиться. А как ты держалась все время? Были же и трудности, падения, взлеты, травмы. Что тебя заставляло держаться на плаву все время? Мысль о том, что Олимпийские игры, то есть это последний шаг в моей жизни, например, в спортивной карьере. Мне кажется, любой спортсмен, любая гимнастка думает только об одном. Одна цель – это Олимпийские игры, это мечта всей твоей жизни. Даже если тебе что-то не хочется делать, ты все равно идешь. Не важно, какие там трудности, события у тебя происходят, ты все равно идешь до конца. И поверьте, я шла до конца, даже когда меня убрали, я не сдавалась. Я травмировала колено. Получилось так, что мне все равно надо было прыгать, делать там свою программу. Я не сдавалась, прыгала, но это уже как бы ничего не значило. Расскажи свое самое большое достижение и самый большой провал в гимнастике. Достижение и провал. Да, самые такие впечатляющие. Мое большое достижение, наверное, было, конечно, это медаль на чемпионате мира, командное, вот это вот золото. Даже вот 2010 год и до сих пор у нас нет золота, да, там, например, после того момента. Конечно, это был прям такой эмоциональный взрыв. Тренировались вот реально до потери пульса. Конечно, для меня это была победа. Да, для нас всех это была победа. Также провал мой. Это тот же самый 2010 год. Конечно же, первый раз я выступаю на взрослом помосте. Я знала, что я очень хорошо готова. Ситуации бывают разные. Знаешь, сегодня ты готов, а потом приезжаешь на соревнования, и ты проваливаешь. Что произошло, например, на чемпионате мира в 2010 году, для меня до сих пор это необъяснимо, что произошло. Готова я была очень хорошо. В чем вообще плюсы и минусы в гимнастике? Что хорошо помогло в жизни? Что, может, помешало что-то сделать, что-то достичь? Плюсы – это то, что я стала человеком. В прямом смысле этого слова я не потерялась в жизни. То есть я знаю, что многие мои там друзья школьные. Такая сложная судьба. У тебя же тоже нелегкая. Да, я согласна. Я говорю о том, что что бы было, если бы, например, я была не в гимнастике, я бы окончательно потерялась. Знаю, у меня родители не богаты. В школе у нас класс был один из самых таких сумасшедших ребят. Наверное, бы я потерялась. А гимнастика действительно, вот то, что меня тренеры держали там, я скажу, в жестких руках. Они там меня учили, забирали, еще что-то делали. Ну, не давали мне вот этого момента, типа слабости какой-то. У меня есть все, я считаю. Минусы. Минусы. Минусы гимнастики, конечно, это то, что ты можешь тренироваться, да, там, много лет, например, и не достичь, самое важное. Но это зависит от тебя, по большей степени. А может и от гимнастики. Потому что у нас спортивная гимнастика – это один из самых травмоопасных видов спорта. И ты не знаешь, что может произойти там, например, сегодня у тебя все хорошо получается, а завтра ты приходишь, и ты раз – травмировался перед каким-то серьезным стартом, важным стартом. И все, у тебя может все в один момент разрушиться. Вот. И ты не знаешь, когда это может произойти. А если не гимнастика, то куда бы, что бы ты делала по жизни, в какую бы ты профессию, может, выбрала другую? Я ни о чем так не думала, как петь. Я всех заколебала своим пением. Ребята, я всех заколебала своим пением. Ну, потому что, блин... То есть ты бы пошла в певицы? Да. Я, на самом деле, я обожаю петь. В пять лет я маме пела. Постоянно. У нас были, еще тогда были кассеты, представляешь, да, в Макмитл, пускай, и поешь. У нас были кассеты, Энрике Углесиус. Я тащилась от него, ребята. Я пела, на каком языке он поет, ватинамериканский, испанский, там, я не знаю. Я вот и пела на таком же языке, как. Я маме говорила о том, что маме, ну, в детстве я и сказала, что маме я хочу петь. Ну, конечно, вопрос стал, типа, деньги там, надо вот это, то, сё. Ну, нет, так нет. Ну, вот, появилась гимнастика. А ты видишь себя в будущем тренером? Мне предначертано судьбой после гимнастики моей. После того, как я перестану тренироваться, конечно, быть тренером. Так как я и учусь в спортивном университете, моя судьба все равно, спортивная гимнастика стала моим смыслом жизни. Но я один из того же самой Веруси сказала, когда я, вы пришли, ваше поколение, я посмотрела со стороны. Я знала, что я была истеричная, честно, я такая была истеричная. Я бы самой себе, наверное, даже по лицу вот шмякнула один раз. Я подхожу так к Веруси, говорю, Веруси, вот вы работаете столько, да? В зале находитесь, каждый божий день приходите. И вот, как вот сначала, всё сначала, работаете, тренируетесь, говорите, как всё делать. Я ей говорю, я не хочу такого. Я не хочу всю свою жизнь, например, посвятить тому, что у меня будет ребёнок тренироваться, например, и он в какой-то бац-момент мне скажет, а я не хочу. И ты его, ну, как бы, если ребёнок не хочет, ты его, ну, не переубедишь, ну, никак. И к тебе придёт новая девочка, и тебе опять с этой новой девочкой надо там всё сначала. Это как будто вот каждый раз ты приходишь в первый класс. Я не хочу такого. Вот честно. Думаю попробовать пойти на психолога. На психолога? Да, я... А как же певица? Ну, я хочу попробовать на психолога. Тоже у нас, на кафе, ну, там вот в институте. Я хочу туда попробовать пойти. А какой у тебя любимый праздник и почему? Наверное, Новый год, потому что на Новый год у меня прям традиция. Я еду к маме, к брату, к маме, мы собираемся, типа, все вместе. Пусть это, знаешь, там такой маленький стол. Это вот праздник, когда мы все вместе. Что ты делаешь в свободное время? Как ты отдыхаешь, проводишь, что ты любишь делать больше всего? Я могу сказать, что сейчас, например, люблю дома сидеть. Я могу дома убираться, что-то ещё делать. Но я дома. Что было раньше, например, я могла спокойно, знаете, после тренировки гулять. Пойти, встретиться с кем-то, с друзьями посидеть, погулять обязательно. Меня дома, можно сказать, почти, ну, как бы не было. Да, Александр Васильевич, да. Давай назад, приезжай, приезжай. Хорошо, да. Но мы с 10 лет. Я приеду. К 10? В 11. Ха, 30. В 11 приеду, Александр Васильевич. Как говорят, с годами всё равно люди меняются, людям свойственно меняться. Там, и тоже по ситуации. Что произошло в твоей судьбе, это и есть ситуация, да. Тебе свойственно меняться. Даже в самом маленьком, да, варианте поменяешься. Я вот сейчас, например, по большей степени вот сижу дома. От кого ты в жизни больше всего ожидаешь и хочешь чувствовать поддержку? Хотите. Хотите ли? Тебе очень важно, чтобы именно они тебя всегда поддержали и были, грубо говоря, за тебя, на твоей стороне. А какие у тебя отношения с людьми будут? С мамой хорошие отношения. Ну, мы не часто видимся, но когда видимся, как бы мы можем с ней поговорить спокойно. С папой я не общаюсь. Каким качеством должен обладать человек, чтобы он тебе мог понравиться? Наверное, ум его. Я считаю, что мужчина всё-таки должен быть умным. Но, по крайней мере, я так думаю. Не знаю, он должен уметь шутить. Он должен быть сильным. Например, у меня там была какая-то ситуация, например, плохая. А он смог бы меня защитить. Тань, блин, да мы, типа, там вместе справимся. Всё получится. Там, не переживай, я с тобой. Для меня, например, вот эти вот слова, они очень важны. То есть, ну, любая девочка, говорят, хочет, чтобы она стояла как за каменной стеной. Как за каменной стеной, да. Оно так и есть. Но какая бы я стойкая, какая бы я стойкая не была, а вы знаете, девочки, я стойкая. У меня всё равно хочется быть рядом с человеком слабым. Девочкой. Всё равно можешь быть девочкой. Ты хочешь быть счастливой. Каждая девочка хочет быть счастливой. А есть ли у тебя девиз по жизни, которому ты следуешь? Нет, нет у меня девизов никаких Есть поставленная цель, да, мне кто-то поставил цель Я буду к ней идти, например Я чаще всего верю в себя, не в кого-то, а вот в себя Был у меня преломный момент после Олимпийских игр 2012 года Там 2013 год уже был универсиада Казань И я подумала, блин, это хороший шанс исправиться Казань для меня была вот это вот, это исправление моих каких-то ошибок Я каждый день, вот я на круглом сидела каждый день Мне было сложно, тяжело, но я себе каждый день говорила, что это нужно тебе Это нужно только тебе И вера в себя это самое лучшее, что может придать тебе сил И поставленная цель Смысл, у тебя должен быть смысл Жить, чтобы идти к чему-то, чтобы добиваться чего-то Есть смысл, есть цель, есть вера в себя Все, вот это все взаимосвязано, и это тебе помогает Ты можешь назвать себя счастливой? В каком-то смысле, да Счастье это в том, что у меня есть две ноги, две руки, голова Я вижу, я слышу, например Я могу что-то делать Я счастлива тому, что я набива У меня есть мало друзей, которым я могу, например, раскрыться, раскрыть свою душу О чем я не думала раньше У тебя останется один человек, например, который будет рядом с тобой И независимо от того, есть у тебя деньги там или нет Сегодня ты крутая, завтра ты можешь Рядом с тобой останется этот человек Я счастлива от того, что у меня там есть четыре Четыре подруги Несчастлива Да Потому что... Тянук Подруги, они же поддерживают Подруги, знаешь, все равно они могут поддержать тебя, да, там и помочь в чем В 25 лет уже хочется и семью там или еще что-то И ты хочешь, чтобы рядом с тобой был человек, который... Ему будет плевать того какая-то Сколько ты сделала ошибок Родители, они же всегда понимают Мама, ты говоришь, хорошая Я не стараюсь их сталкивать в свои проблемы Потому что у них за них есть проблемы Зачем просто лишний раз делать так, чтобы головала своя мама, например Я не хочу Даже если мне будет очень больно Одиноко Или еще что-то Какая-то ситуация Я знаю, что в какой-то момент я все равно справлюсь Время, оно, как говорят, лечит Хотя я так, ну, не считаю Была ситуация, прошла куча времени Оно меня не излечило Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Наверное, многие скажут Нет дружбы между женщиной и мужчиной Все равно там у мужчины возникают там к тебе Симпатия, да Он все равно что-то от тебя большего хочет У меня есть друзья, пацаны Какие прозвища тебе давали? Тати, Набиша, Набишка Найо меня называла Найо Наби, Набс, Татуля, Трататуля, Тера, Тузя, Туня И причем вот эти вот все прозвища дала мне в баре батало Готова? Сколько спичек в спичечном коробке? Двадцать Куда спишат облака? На юг Кошка или собака? Собака Россия или Европа? Россия Любимый торт? Панчо Замок с переведениями или подземный лабиринт? Подземный лабиринт Пончик или блинчик? Блинчик Фильм или книга? Фильм Сок или газировка? Сок Любимое животное? Тремур Каким видом магии вы обладаете? Взгляд-вгляд, как это называется? Не знаю Цвет или тьма? Цвет В какой стихии вы себя бы отнесли? Огонь, вода, воздух, земля? Блин, воздух, не знаю Что тяжелее? Килограмм гвозди или килограмм ваты? Одинаково Вольный или прыжок? Прыжок Прыжок или бревно? Прыжок А прыжок или брусья? Брусья Почему утки плавают? Блин, у них лапки, крылья, не знаю Мех, жир Нет, почему утки плавают? По воде Следующее интервью у нас от Елены Ереминой Оно будет также эксклюзивным, интересным Вы узнаете все право, которое скрывает в своей душе Елены Ереминой Спасибо, Тайс Спасибо Продолжение следует...